В предыдущих видео мы узнали, что когда атом углерода образует четыре связи, тогда наблюдается так называемая SP3-гибридизация. Орбитали в ней выстраиваются в виде правильного тетраэдра, в котором углы между связями равны приблизительно 109,5 градусам. Однако, если посмотреть на атом углерода в молекуле этилена, C2H4, скажем вот на этот атом, то мы не увидим в нем такой же структуры. Здесь конфигурация атома будет плоской. Более того, вся молекула этилена лежит в плоскости, и угол между связями примерно равен 120 градусам. Каждый атом углерода связан с тремя другими атомами. С двумя атомами водорода и с одним атомом углерода. А это значит, что в молекуле этилена мы наблюдаем другую гибридизацию. И давайте начнем с того, что рассмотрим электронную конфигурацию углерода в возбужденном состоянии. У нас здесь один, два, три и четыре валентных электрона. В видео, посвященном SP3 гибридизации, все четыре электрона образовали SP3 гибридные орбитали. В данном случае углерод связан только с тремя атомами, а значит, только три орбитали участвуют в образовании связей. То есть одна S-орбиталь и две P-орбитали. Вот одна и еще одна. А значит, одна P-орбиталь остается негибридизованной. На каждой из этих четырех орбиталей у нас по одному электрону. Теперь вместо S-орбитали у нас SP2 гибридная орбиталь. И вместо P-орбитали тоже будет SP2 гибридная орбиталь. То же самое произойдет и со второй P-орбиталью. Вместо нее появится еще одна SP2 гибридная орбиталь. Такой процесс называется SP2 гибридизацией. В нем участвует одна S-орбиталь и две P-орбитали. Вместе они образуют три новые SP2 гибридные орбитали. Таким образом, вот этот атом углерода SP2 гибридизован. Точно так же, как и этот атом углерода. Обратите внимание, что одна P-орбиталь осталась нетронутой. Это негибридизованная P-орбиталь. Как выглядят такие гибридные орбитали? Берется одна S-орбиталь. Такие орбитали имеют сферическую форму. И берутся еще две P-орбитали, имеющие форму объемной восьмерки. Они объединяются и образуют три SP2 орбитали, которые тоже имеют форму, похожую на восьмерку. Отличие лишь в том, что одна петля будет чуть больше другой. Когда мы рисуем схему строения атомов, то традиционно не изображаем меньшую петлю. Итак, давайте ответим на вопрос. Сколько процентов в новых гибридных орбиталях осталось от каждой из исходных? В трех гибридных орбиталях одна была S-орбиталью. Значит, от S-орбиталей в каждой из них осталось по 33%. И две орбитали были P-орбиталями. Значит, в каждую гибридную орбиталь перешло по 67%. Поскольку электроны на S-орбиталях расположены ближе к ядру, значит, электроны и на S-гибридных орбиталях будут чуть ближе к ядру, чем электроны на P-орбиталях. Поэтому и эта петля будет меньше, чем петля P-орбитали, что скажется на длине образовывающихся связей. Давайте нарисуем, как же выглядит молекула этилена. Мы знаем, что каждый из этих двух атомов углерода находится в S-P2-гибридизованном состоянии. Это значит, что в нем будут три S-P2-гибридные орбитали и одна обычная P-орбиталь. Итак, вот у нас атом углерода. Вот его одна S-P2-гибридная орбиталь. Вот вторая и третья. На каждой из этих S-P2-гибридных орбиталей находится по одному электрону. Нарисуем их. Кроме того, у каждого атома углерода будет по одной обычной P-орбитали с одним электроном. Давайте ее тоже нарисуем, и на ней находится один электрон. Итак, каждый атом углерода находится в S-P2-гибридизованном состоянии. Я перерисую схему молекулы этилена, чтобы не сдвигать каждый раз экран. Теперь изобразим второй атом углерода. Он также находится в S-P2-гибридизованном состоянии. Добавим ему одну S-P2-гибридную орбиталь. На ней находится один электрон. Вот еще одна, тоже с одним электроном. И еще одна такая же. У этого гибридизованного атома углерода также осталась одна обычная P-орбиталь с одним электроном. Кроме того, в этой молекуле есть атомы водорода. Каждый атом углерода образует связь с двумя атомами водорода. У атомов водорода есть по одному валентному электрону на обычной S-орбитали. Подрисуем связанные с углеродом атомы водорода, у каждого из которых есть по одному электрону на S-орбитали. Взглянув на получившуюся картину, мы видим, что орбитали перекрывают друг друга по осевой линии. И, как мы помним из прошлых видео, такие соединения называются сигма-связями. Выделю красным цветом перекрытие орбиталей. Это у нас сигма-связь. Два атома углерода также соединяются друг с другом при помощи сигма-связей. И вот еще две сигма-связи. Итого в этой молекуле пять сигма-связей. Все связи углерода с водородом и одна связь между двумя углеродами – это сигма-связи. И здесь мы сталкиваемся с еще одним видом связи. Вот эти две негибридизованные п-орбитали перекрываются по обе стороны от линии соединения атомов. Вот здесь вверху и внизу. В отличие от сигма-связи, которая образуется за счет перекрывания с орбиталей по осевой линии, соединяющей ядра атомов, пи-связи возникают при перекрывании п-орбиталей по обе стороны от линии соединения атомов. То есть связь двойная. Она называется пи-связью. В нашем случае п-орбитали пересекаются выше и ниже сигма-связи. И такая связь предотвращает свободное вращение. Например, в молекуле этана С2H6. Два атома углерода могут свободно вращаться относительно друг друга. Но в молекуле этилена вращение невозможно из-за вот этой пи-связи. Поэтому в природе встречается только одна пространственная конформация молекулы этилена. Пи-связь исключает свободное вращение. На схеме пи-связь будет вот здесь. В двойной связи между атомами одна из них – это сигма-связь. А вторая – пи-связь. Таким образом, в молекуле этилена одна пи-связь. В молекуле этилена расстояние между двумя атомами углерода примерно равно 1,34 ангстрима. Оно меньше, чем расстояние между двумя атомами углерода в молекуле этана – 1,54 ангстрима. Таким образом, двойная связь короче одинарной. Это связано с большим влиянием S-орбитали. S-орбиталь находится ближе к ядру, чем P-орбиталь, поэтому петля в SP2 гибридной орбитали меньше, а значит меньше и расстояние между атомами углерода. Давайте проанализируем молекулу этилена с точки зрения стерического числа. Я снова перерисую ее схему. Два атома углерода и четыре атома водорода. Стерическое число – это количество сигма-связей плюс количество неподеленных электронных пар. Если бы я хотел найти стерическое число для вот этого атома углерода в этилене, тогда мне пришлось бы сначала посчитать количество его сигма-связей. Вот одна из сигма-связей, вот вторая. И мы знаем, что в двойной связи есть π-связь. Значит, вторая – это сигма-связь. Таким образом, у этого атома углерода три сигма-связи и нет неподеленных электронных пар. А значит, стерическое число равно 3 плюс 0. Это 3. Следовательно, у этого атома будут три гибридные орбитали. Как мы уже знаем, в случае sp2-гибридизации возникают как раз три гибридные орбитали. Они складываются из одной s-орбитали и двух p-орбитали. Вот этот атом углерода sp2-гибридизован. И, разумеется, второй атом углерода здесь тоже sp2-гибридизован. Давайте рассмотрим еще один пример. Рассмотрим молекулу 3-фторида Бора. Бор-фтор-3. Схема этой молекулы выглядит следующим образом. Один атом Бора окружен тремя атомами фтора. И каждый атом фтора окружен октетом электронов, то есть восемью электронами. И нас просят узнать гибридное состояние атома Бора. Для этого нужно найти его стерическое число. Стерическое число – это сумма сигма-связей. Их здесь три. Одна, две, три. Плюс неподеленные электронные пары. Таких здесь нет. Таким образом, стерическое число указывает на то, что атом Бора в этой молекуле также sp2-гибридизован. У него есть три sp2-гибридные орбитали и одна негибридизованная p-орбиталь. Давайте попробуем изобразить эту молекулу. Это атом Бора. Он связан с тремя атомами фтора. И у него есть еще одна обычная p-орбиталь. Для сравнения, атом углерода имеет изначально четыре валентных электрона. И после образования связей при sp2-гибридизации у него остается еще один валентный электрон. У Бора валентных электронов изначально всего три. То есть, если образуются sp2-гибридные орбитали, остается еще одна p-орбиталь. И так как у Бора всего три валентных электрона и каждый будет располагаться на соответствующей sp2-гибридной орбитали, тогда получается, что для оставшейся негибридизованной p-орбитали у него электронов нет. А значит на вот этой иллюстрации p-орбиталь пустая. То есть бор может принять еще одну электронную пару. То есть проявлять в реакциях свойства кислоты. Зная как гибридизованные орбитали атома, мы можем представить структуру этой молекулы, предсказать ее поведение в реакциях, а также представить себе ее геометрию. Поскольку атом бора в этой молекуле sp2 гибридизован, то молекула представляет собой плоский треугольник. А значит угол между связями в нем 120 градусов. Окружность это 360 градусов, а одна треть от нее это 120 градусов. В следующем видео мы с вами рассмотрим SP гибридизацию. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.